Паузу в аналитическом марафоне заполнит наше время. Здравствуйте, мы говорим о главных событиях дня и сегодня узнаете о таком. Финальное голосование. Сенат США начал заключительное обсуждение поддержки союзников и готов утвердить законопроект о помощи Украине. Когда ждать окончательное решение Вашингтона? Параллельно поддержку активизировали и другие партнеры Украины. Великобритания выделит полмиллиарда фунтов и передаст рекордный в истории страны пакет военной помощи. Что именно Лондон обещает Киеву? Мы берем на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и начнем поэтапную поддержку Украины. Китай резко сократил поставки оборудования в Россию из-за угрозы санкций Соединенных Штатов. Чем опасно сотрудничество с Кремлем, в Пекин едет разъяснить американский госсекретарь Энтони Блинкен. Взрослых на войну, подростков на работу. Кремль хочет использовать детский труд на предприятиях ВПК. Российский диктатор уже поручил правительству упростить правила найма на работу несовершеннолетних. И далее обо всем подробно. Сенат США собрался на заседание, чтобы рассмотреть вопрос о выделении средств на помощь Украине. Уже известно, что представитель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макколлен перед рассмотрением пакета дополнительного финансирования призвал коллег поддержать его для сохранения ведущей роли США в мире. Напомню, накануне американский конгресс уже согласовал военную поддержку на 61 миллиард долларов. 50 пойдут на оборонные расходы, почти 8 на бюджетную сферу, 1,5 миллиарда – это экономическая помощь, и еще 400 миллионов выделены на защиту границ и гуманитарное разминирование Украины. Теперь за документ должен проголосовать Сенат, после чего законопроект подпишет президент США Джо Байден. Он уже пообещал сделать это незамедлительно. Великобритания выделит Украине новый, крупнейший в истории страны пакет помощи. Как сообщает британское правительство, в него войдут 400 автомобилей, в том числе бронированные машины «Хаски», 160 ударных и противовоздушных ракет, среди которых «Стормшедов», 60 лодок и 4 миллиона патронов. Также Лондон передаст дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на оказание военной помощи Украине. Деньги пойдут на быструю доставку необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников, а также инженерную поддержку. Украина – это экзистенциальная битва, и Путин не должен победить ради безопасности Соединенного Королевства. Поэтому мы были первой страной в мире, предоставившей противотанковое оружие, подобное этому. Мы были первой страной, предоставившей основные боевые танки, такие как «Челленджер», и первой страной в мире, предоставившей ракеты большой дальности, такие как выдающиеся «Штормшедов». Я рад объявить, что мы предоставляем Украине самый большой за всю историю пакет подаренного оборудования, плюс еще полмиллиарда фунтов стерлингов, чтобы довести наш общий вклад в помощь Украине в этом году до трех миллиардов фунтов стерлингов. Ведь если бы победил такой тиран, как Путин, это гарантировало бы, что тираны по всему миру получили бы неправильный посыл. Новый пакет военной помощи во время телефонного разговора обсудили президент Украины и премьер-министр Великобритании. Владимир Зеленский и Риши Сунак также говорили о конфискации замороженных активов РФ, предстоящем саммите мира в Швейцарии и собрании Европейского политического сообщества в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава НАТО Йенс Толтенберг прибыли в Варшаву для переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Главная тема – дальнейшая поддержка Украины. На совместной пресс-конференции Риши Сунак отметил, что из-за российской агрессии Великобритания переведет свои оборонные расходы на военные рельсы. А Йенс Толтенберг подчеркнул, что поддержка Украины – это инвестиция в безопасность не только Европы, но и других регионов. Война России против Украины демонстрирует, насколько переплетена и взаимосвязана наша безопасность, потому что Китай поддерживает российскую военную экономику. Иран поставляет дроны в Россию, а Северная Корея – боеприпасы. Взамен Москва отдает в залог свое будущее Пекину, поставляет технологии КНДР и Ирану, чтобы те развивали свои ракетные и ядерные программы. И это действительно демонстрация того, насколько происходящее в Азии важно для Европы. И именно поэтому мы активизируем наше сотрудничество с Южной Кореей, Японией, Новой Зеландией и Австралией, чтобы убедиться, что мы работаем с ними более тесно. Цена неспособности поддержать Украину сейчас намного выше, чем цена отпора Путину. Потому что только в случае неудачи его и других диктаторов будет возможность сдержать. И именно поэтому Соединенное Королевство, чья история противостояния диктаторам настолько велика, объединилась с нашими союзниками, чтобы с самого начала поддержать Украину. Сегодня мы идем дальше. Мы берем на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. И мы достигнем этого. И начнем поэтапную поддержку Украины. Киев продолжает переговоры с разработчиками американских систем ПВО Патриот о совместном производстве комплексов и ракет к ним. Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, по этому вопросу уже прошли две встречи с привлечением заинтересованных украинских и американских бизнес-кругов. Патриот – это не один производитель. Это несколько производителей, которые изготавливают разные части системы. Мы активно работаем по вопросу совместного производства Патриот. Мы должны начать сами производить очень много, как минимум составляющих, а как максимум уже завершенных некоторых продуктов. Мы понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется. Поэтому это большая глобальная стратегическая задача. И как раз это большой элемент экономического сотрудничества, но также и повышение боеспособности и тех возможностей, которые нужны Украине сейчас, немедленно. Оксана Маркарова, посол Украины в Соединенных Штатах Америки, в интервью «Европейской правде». Восемь человек пострадали от российского обстрела в Днепропетровской области. Армия РФ ударила по Днепровскому и Никопольскому районам. Били ракетами, артиллерией, а также скидывали взрывчатку с беспилотников, сообщили в областной военной администрации. Повреждены многоэтажка, 16 частных домов, а также инфраструктурный объект, магазин, газопровод и линии электропередач. Один человек ранен в Береславе. Это уже Херсонский регион. Утром россияне сбросили на город взрывчатку с дрона. Днем армия РФ также обстреляла село Новокаиры. Ранение средней тяжести получил один из местных жителей. Управляемую авиабомбу российские военные сбросили на Константиновку Донецкой области. Ранение получили пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Также, как сообщили в Донецкой областной военной администрации, удар захватчиков повредил три дома, автомашину и объект инфраструктуры. Очередную удивительную историю спасения украинского военного рассказали днепровские медики. Андрей поступил к ним в тяжелом состоянии, однако всеми силами держался за жизнь и сейчас быстро идет на поправку. Теперь по плану у бойца эвакуация. Дальнейшее лечение и реабилитацию он будет проходить ближе к дому в Тернопольской области. Разбитый весь. И живот разбит, и ноги разбиты, и голова, и гайморовые пазухи. Но ты выжил и все это выдержал. С такими тяжелыми ранениями 22-летний Андрей поступил в больницу Днепра. Получил их подработенным. Вражеский дрон сбросил боеприпас на позиции украинских военных. Просто вспышка в глазах. Ожоги я получил, потому что глаза прикрыл. А так оно все пошло на руки. Мне, как говорят, чудом повезло. Огромное спасибо парням, которые были в то время со мной, которые помогли мне спастись, вытянули. Когда началась полномасштабная война, Андрей был солдатом-срочником. Служил в Нацгвардии в Одесской области. А в январе 2023 года подписал контракт. Тогда его отправили на запорожское направление. Пошел на это сам, добровольно. Но я не жалею, потому что с такой молодостью с этого всего и начинается. А как дальше строить страну, если никто не будет ее защищать? Родителей Андрей поставил перед фактом. Он едет на войну. Год Андрею везло. Он не получал ранений. А в селе, где останавливались военные, познакомился с девушкой Настей. Теперь называет ее своей невестой. Она и сообщила родителям о том, что произошло с Андреем. Я с ним общался тогда, в полвторого ночи. Переписывался с ним. А уже в 12 дочка позвонила. Папа, случилась беда. Первую помощь Андрею оказали в Запорожье. И сразу перевели его в Днепро. С 17 апреля парень перенес несколько операций. Медики опасались за его жизнь. После таких ранений, когда осколки пробивают грудь, разбивают грудину, проникают в легкие, проникают в желудок, разбивают гайморовые пазухи. И когда человек истекает кровью, выживать тяжело. Но Андрей не только выжил, а стал разговаривать и постепенно восстанавливается. Теперь его готовят к эвакуации. Дальнейшее лечение и реабилитацию он будет проходить ближе к дому в Тернопольской области. И мечтает забрать туда свою невесту. Европарламент продлил еще на год соглашение о беспощном импорте продовольствия из Украины. Решение поддержали 428 депутатов. Это означает, что украинские товары будут поступать на европейский рынок без каких-либо ограничений. При этом Еврокомиссия может оставлять за собой право ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, если произойдет значительный сбой на рынке ЕС. Как сообщает пресс-служба парламента, теперь соглашение должен утвердить Совет Европейского Союза. Продление мер поддержки торговли подтверждает солидарность ЕС с Украиной перед лицом российской агрессии. Это голосование одновременно укрепит экономическую устойчивость Украины и защитит интересы европейских фермеров. Мы сдержим свои обещания. Будем поддерживать Украину до ее военной победы и вступления в ЕС и НАТО. Сандра Кальниете. Депутат Европейского парламента. Министр иностранных дел Латвии с 2002 по 2004 год. Из сообщения на сайте Европейского парламента. Морские силы Швеции впервые подтвердили, что теневой флот России в Балтийском море может заниматься шпионажем. Командующая ВМС Ева Скук-Хаслум считает, что танкеры, которые ежедневно курсируют в регионе, вероятно используются для радиоэлектронной разведки. Иногда шведские моряки фиксируют антенны, которые не принадлежат рыболовным или другим судам. Поэтому есть подозрение, что у того, кто движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с другой их деятельностью. Такие корабли могут быть использованы в гибридных операциях. Например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска порта в связи с аварией. С начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский Союз неустанно вводит санкции против России, стремясь остановить военную агрессию. Следующий, уже 14-й пакет ограничений должен включать шаги против теневого флота танкеров, которые обманным путем перевозят российскую нефть. Как эти меры повлияют на экономику РФ и насколько эффективны другие санкции против военной машины Кремля, узнаете далее. Ограничение в отношении российского сжиженного природного газа и нефтяного теневого флота может войти в 14-й пакет санкций против России. Об этом 22 апреля перед встречей министров иностранных дел ЕС заявил министр иностранных дел Швеции Табиас Бильстрюм. Принятие 14-го пакета санкций – одна из самых важных вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить в него запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим 14-м пакетом санкций в отношении России. По данным СМИ, кроме теневого флота, который транспортирует российскую нефть, несмотря на санкции, новый пакет будет включать меры в отношении лиц и организаций, которые помогают обходить уже имеющиеся санкции Европейского Союза. Будут заморожены активы новых физических лиц и организаций. Мы продолжим оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились. Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал. Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии во время выступления в Европейском парламенте. В начале апреля шведские журналисты выяснили, что теневые суда, которые транспортируют подсанкционную российскую нефть, регулярно заправляются с танкера, стоящего на якоре у шведского острова Готланд и принадлежащего латвийской компании. Журналисты проанализировали 56 операций до заправки с танкера «Зиркон», которые произошли в феврале и марте 2024 года. Большинство всех операций по заправке, 52, приходится на суда, следующие в Россию или из России. В большинстве операций по заправке участвуют суда, принадлежащие так называемому «теневому флоту России». Старые суда, которые часто не имеют страховки. Из сообщения телеканала СВТ. Совет Европейского Союза 12 апреля принял закон, который вводит уголовную ответственность за обход санкций в отношении России. Авторы инициативы – страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Лишать лицензии будут целые компании, руководители которых причастны к обходу санкций. Также за нарушение этого закона будут конфисковывать средства и лишать имущества. Только после того, как будет введена криминальная либо финансовая ответственность, тогда эти санкции будут работать. Представьте себе, например, какая-то международная компания, которая нарушает санкции. Если она заплатит многомиллиардные штрафы, тогда она почувствует на собственном кармане, что она сделала преступление, она сделала неправильно. Только таким образом, когда преступление и наказание будут идти рука об руку, это будет работать. Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в официальном журнале Евросоюза. У государств-членов будет год на включение ее положений в свое национальное законодательство. Это означает, что во всех странах ЕС будут считаться уголовными преступлениями такие действия, как помощь в обходе запрета на въезд, торговля находящимися под санкциями товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Кроме того, уголовно наказуемыми станут поощрения, пособничества и склонения к нарушению санкций. Китай впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию автомобилей, механизмов и оборудования. Как сообщает The Moscow Times, еще в марте экспорт упал на 15%. В целом приток всех китайских товаров в РФ в марте снизился на 14% относительно уровня прошлого года. Хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост. Основная причина этого – угроза санкций. Напомню, в декабре Соединенные Штаты объявили, что будут вводить повторные ограничения для финансовых организаций, которые содействуют сделкам по закупке российскими компаниями оборудования и средств для военно-промышленных целей. После этого ряд китайских банков ввел ограничения на прием платежей от клиентов из России. Госсекретарь США Энтони Блинкин снова отправился в Китай. Это его второй визит в Поднебесную меньше, чем за год. На переговорах в Шанхае и Пекине Блинкин обсудит в том числе и военную помощь, которую Китай оказывает Российской Федерации. Напомню, после встречи министров стран Большой Семерки в Италии, госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что КНР является основным спонсором войны России против Украины. По его словам, Пекин снабжает Москву критически важными компонентами для вооружения. Блинкин добавил, что если Китай хочет хороших отношений с Европой, он не должен помогать России. Из-за масштабных потерь на войне против Украины, иммиграции и мобилизации российская экономика столкнулась с острой нехваткой кадров. Поэтому в России теперь хотят использовать детский труд. Например, отправлять на предприятие военно-промышленного комплекса подростка. Кремль всячески пытается убедить россиян, что детям лучше не учиться, а работать. Подробности в нашем следующем материале. По данным Росстата, с 2023 по 2046 год из-за превышения смертности над рождаемостью Россия потеряет почти 13 миллионов человек. Прогноз на 2024 естественная убыль больше 675 тысяч человек. В 2025 году больше 693 тысяч. Средняя скорость, с которой вымирает страна, больше 2000 человек в день. Естественную убыль население официальная статистика фиксирует девятый год подряд. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек. Годом ранее естественная убыль составила 594 с половиной тысячи человек. А в 2021 на фоне последствий пандемии COVID-19 достигала рекордных в современной истории страны 1 миллиона 40 тысяч человек. Накопленным итогом в 2016-2023 годах Россия потеряла в результате естественной убыли 3 с половиной миллиона человек. Население Тульской и Белгородской областей вместе взятых. Или 4 таких города, как Тюмень или Саратов. Из публикации в телеграм-канале The Moscow Times. Демографический кризис в Федерации усугубился после начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за мобилизации и эмиграции. В Министерстве обороны Великобритании в мае 2023 года озвучили возможное количество уехавших из Российской Федерации с 2022 года до 1 миллиона 300 тысяч человек. На войне России против Украины российская армия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 458 тысяч 580 солдат. Восполнять эти потери приходится постоянно. Система сказала, что она не работает. Перешли понемногу на историю с тем, чтобы угрозами загонять на контракт. Рассказывают, что сейчас мы на тебя дело заведем. Если не подпишешь контракт, подпишешь контракт, все будет хорошо. В этот призыв весенний главный удар будет по Москве. Москвичам, москвичей будут ловить, на москвичей будут давить. По итогам января-марта 2024 года обеспеченность кадрами российских компаний достигла минимума за всю историю. Нехватка работников отмечается во всех ключевых отраслях российской экономики. Из-за этого предприятия вынуждены сокращать объемы производства. Теперь в стране решили привлекать к работе подростков. В российских школах детям будут рассказывать о пользе трудоустройства на предприятии военно-промышленного комплекса с 14 лет. Рекламная кампания уже началась. В агитационной короткометражке сняли актера сериала «Слово пацана». В школах и колледжах будут рекламировать студенческие отряды и работу во внеурочное время. Как следует из методичек, педагогам поручено возрождать советский культ труда и стимулировать детей идти на работу со школьной скамьи. В школах РФ расскажут о пользе трудоустройства с 14 лет. Беседы пройдут после появления идеи отправлять детей на заводы ВПК. Из сообщения телеграм-канала можем объяснить. Власти Татарстана уже подготовили программу так называемого «Содействие занятости молодежи». Она должна обеспечить трудоустройство подростков с 14 до 18 лет на предприятие военно-промышленного комплекса. В первую очередь планируют отправлять на работу детей из неблагополучных семей. Вильнюс передал Киеву очередную партию бронетранспортеров М-577. Они уже прибыли на территорию Украины, сообщает Министерство обороны Литвы. Как отмечают в ведомстве, в этом году балтийская страна уже поставляла Киеву такие БТРы. А также боеприпасы стандарта НАТО, системы защиты от дронов, генераторы, зимнее снаряжение и оказывала другую поддержку. Украинские военные за сутки отбили 60 атак российской армии. По-прежнему самая сложная ситуация на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке генерального штаба ВСУ. Ситуация на поле боя, подготовку украинских бойцов и поддержку Украины сегодня в Киеве обсудили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и военное руководство Литвы, в частности главком Вальдемарас Рубшис и начальник литовского генштаба Миндауга Степанявичус. Как отметил Сырский, у Украины и Литвы есть четкий план для дальнейшего сотрудничества. Украинские силы обороны продолжают отражать вражеские атаки российских оккупантов в семи направлениях, сообщает генеральный штаб ВСУ. По его данным, на фронте произошло 60 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Новопавловском направлении, где украинские войска отбили 17 атак, а также на Бахмутском, там армия РФ 14 раз пыталась прорвать оборону. На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 штурмов, на Авдеевском – 14, на Купинском направлении противник один раз атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Кроме того, как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», подполковник Назар Волошин, на восточном направлении россияне возобновили применение химических отравляющих веществ против подразделений сил обороны Украины. Однако украинские бойцы стойко держат оборону. В настоящее время большая часть поселка контролируется силами обороны, южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы вывести противника из южной части Очеретина и стабилизировать ситуацию в этом направлении. Кроме того, российские оккупанты совершили две безуспешные атаки на Ореховском направлении и одну на Херсонском. Как отмечают эксперты, россияне понимают, что времени у них осталось немного, поэтому пытаются достичь хотя бы минимального тактического преимущества на поле боя, даже не считаясь с потерями. Только за последний день два противника нанес только по часу в яру 13 бомбовых ударов. Такая ситуация будет продолжаться какое-то время, но опять же нужно понимать, что в ближайшем будущем ситуация будет изменяться, как минимум в сторону стабилизации линии фронта, невозможности противника продвигаться. Но в дальнейшем, я не говорю, что прямо сейчас, но мы имеем все тенденции и возможности говорить о возможном контрнаступлении украинских войск. На одном из участков украинско-российской границы украинские воины уничтожили российский комплекс наблюдения «Муром-П». Также силами обороны Украины на Харьковском направлении был уничтожен командно-наблюдательный пункт россиян. Очень неплохо так получилось отработать во взаимодействии с нашей аэроразведкой. С нашими минометчиками и АГСниками все получилось как бы в комплексе, как будто такая небольшая спецоперация. Также в эфире нашего телеканала спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал поражение украинскими военными российского корабля «Комуна» во временно оккупированном Севастополе. Напомним, что в составе российского флота это судно самое старое. Ему уже более ста лет оно было спущено на воду еще во время Первой мировой войны. И как отметил Дмитрий Плетенчук, сейчас российский флот находится в тактическом тупике. Они понимают, что атаковать фактически они не могут, в то же время покинуть акваторию не могут. Остаются в роли какой-то степени жертвы в состоянии на сейчас. То есть выполнять задания в море не могут, не выполняют реально. Поэтому они сейчас до сих пор, и уже достаточно продолжительное время, фактически находятся в поиске тактических решений, как же все-таки быть так, чтобы не потерять остатки кораблей и в то же время не покинуть акваторию Черного моря. Потому что это уже будет, конечно же, фактически капитуляцией Черноморского флота. Как сообщает Генштаб ВСУ, только за минувшие сутки силу обороны Украины ликвидировали 800 российских военных. Общее же число потерь армии РФ уже превысило 461 тысячу. Также силу обороны Украины за сутки уничтожили 5 танков, 12 бронемашин, 29 артсистем и 23 беспилотника. Копенгаген выделяет 420 миллионов евро на восстановление Украины. Деньги пойдут на поддержку частного сектора и критической инфраструктуры страны. Об этом объявил министр предпринимательства Дании Мортен Бетскоу. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил защиту от российского террора. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину. Владимир Зеленский поблагодарил правительство и народ Дании за поддержку и выразил надежду на помощь Копенгагена в поиске дополнительных систем ПВО. Десятки боестолкновений по всей линии фронта. Россияне пытаются прорвать украинскую оборону сразу в нескольких местах. Усиленно атакуют неподалеку Лимана и Авдеевки. Силы обороны Украины сдерживают противника артиллерией и впиведронами. Наши коллеги побывали на одном из участков передовой и увидели, как работает украинская аэроразведка. Это еще цветочки. Бывают такие ситуации, что вообще негде спрятаться. Прилетают кабы, прилетают кассеты. Это Николай, аэроразведчик бригады Национальной гвардии «Хартия». Он – глаза пехоты. И днем, и ночью на Восточном фронте тысячи квадрокоптеров висят в небе, чтобы артиллерии пехотинцы имели возможность прицельно бить по российским оккупантам. Они боятся, что их накроют, тем более знают, что постоянно за ними кто-то смотрит. А мы держим такой жесткий темп. Своего рода создали стену, взяли преимущество в небе и не даем врагу продвигаться. То есть они пробуют, но мы эти попытки заранее пресекаем. Николай говорит, каждая большая война приносит какие-то технологические новинки. К примеру, вот этот Мавик, его еще называют свадебным дроном, имеет хорошую камеру. Мавики – это, можно сказать, мама всех дронов. Если дадут добро, будем делать корректировку. То есть наши вот такие задачи. Задачи постоянно меняются. Ты можешь сделать аэроразведку, а потом резко скажут «лети в другую точку», потому что смежники обнаружили вражескую технику. И ты вылетаешь и начинаешь корректировать каруселькой работу артиллерии. Чтобы коптер залетел как можно дальше во вражеский тыл, аэроразведчики пытаются максимально близко подобраться к позициям российских оккупантов. Мы залетаем в свою зону ответственности плюс-минус 4-5 километров. Но если нужно, то можем и дальше. Чтобы обнаружить цель для пехоты, дрон приходится разворачивать несколько раз. И в конце концов есть результат. Похоже, мы видим МТЛ-Б. У вас будут красивые кадры работы БПОА. Сейчас свяжемся с дежурным и передадим координаты. С момента обнаружения цели противника и до ее уничтожения считанные минуты. За работу берутся пилоты FPV-дронов. Наносят удар по врагу после информации от аэроразведчиков. Сейчас дроны среди главных средств ведения войны. И украинские аэроразведчики эффективно научились ими управлять. Чтобы оперативно узнавать главные новости, подпишитесь на телеграм-канал Freedom. Наши редакторы работают 24 на 7 и постоянно обновляют ленту. На странице также доступны актуальные интервью и видео важных событий. На этом наше время подошло к концу. Я передаю словом своим коллегам из информационного марафона. Лейла Мамедова и Сакена Имурзаев уже готовы продолжить эфир. Оставайтесь с Freedom. Субтитры подогнал «Симон»!